Всем привет! Меня зовут Любомир Борода. И сегодня я хотел бы в этом ролике поднять вопрос о том, для чего же, собственно, нужен паракорд джиг, приспособление для плетения или в простонародье станок для плетения из паракорда. Почему я решил записать данный ролик? Потому что очень часто читаю такие комментарии, что «да нахрена эта фигня нужна, я и на руках отлично справляюсь». Собственно, если вы плетете для себя по одному браслету в месяц, то можно справиться и на коленках. Но если вы рассматриваете плетение из паракорда как некое хобби, которое требует определенного внимания, качества, времени, лучше все-таки использовать данное приспособление. Я примерно на двух-трех примерах постараюсь объяснить почему. Возьмем, вот специально взял такой вот розовый яркий паракорд, чтобы его было хорошо видно. Возьмем самый распространенный, популярный, быстро расплетаемый браслет, который плетется для того, чтобы его можно было распустить в течение одной-двух секунд, дернув, собственно, за шакл. Как его плести, я сейчас рассказывать не буду, об этом есть куча роликов в интернете. Если вдруг понадобится рассказ именно от меня, то вы можете в комментариях об этом написать, и я запишу еще один такой же ролик. Ну, собственно, плетем его без станка. Нам понадобится стол, либо коленка, чтобы вот ровненько его положить, померить сначала размер. Размер примерно нам нужен вот такой, да? Вот он. Нам придется подогнуть углы по окончании браслета, чтобы сделать петлю, за которую будет крепиться, собственно, сам винт шакла. И потом мы вяжем узел. Как его вязать, вы посмотрите в интернете. Ну, а просто хочу показать, удобно ли это делать на руках. Надо обязательно соблюсти одинаковое расстояние строп, чтобы у нас был ровный браслет. тут грамотно подвязать и вывести узел на начало плетения. Вот сейчас я сделал его. Опыт у меня какой-то есть. Сейчас, минуточку. Все равно я немножечко ошибся. Собственно, это все руками постепенно подтягивается, и можно начать плести. Но! Плести мы будем. Нам постоянно придется поддерживать вот эти жилы. Нам надо держать узлы в руках. Поэтому шакл все равно придется за что-нибудь подвязать, как я когда начинал только плести. Я к монитору привязывал веревку и подвязывал, чтобы у меня был какой-то крепеж. Надо подвязать, растянуть и начать плести. Мне это дичайше неудобно. Поэтому я это делаю на станке. Как это выглядит? Обычная деревяшка с двумя прорезями и с одной панелью, которая ездит в зависимости от задаваемого мною размера. Уставляем определенный размер. Закрепляем. Тут, если видите, я использую крепление из старого советского детского конструктора. Собственно, голь на выдумке хитра. Каждый может придумать по-своему. Зацепил. Шакл надержать уже не надо. Далее. Зацепил вторую часть. Нам не надо переживать за то, что наши стропы будут неровные. Сама основа для плетения будет ровная. И обе петли будут на одном уровне, на одном расстоянии. Далее. Мы очень легко можем закинуть эту стропу и проложить ее, например, под станок, чтобы она не дергалась. А это и начать делать узел. То есть, станок вам заменяет еще две руки. И можно сказать, что вы плетете четырьмя. То есть, вы все аккуратненько придерживаете, поддерживаете. У вас все схвачено. И за все заплачено. Собственно, вот. Пожалуйста. И дальше мы можем легко продолжить плести. Чем хорош еще станок? То, что когда вы плетете на нем, вы все время видите основу. Она у вас ровная. Она лежит, стропа, однако, одной ровненько. И когда вы вяжете узлы, вы можете их всегда выставлять на одно и то же расстояние. То есть, не перетягивать и не дотягивать. Когда вы делаете это на коленке или на весу, это делать намного тяжелее. И браслет все равно получается кривой. Можно, конечно, научиться делать очень прямо, качественно и красиво на коленке. Но это достаточно трудно, геморройно. И, грубо говоря, зачем это делать, если есть такое приспособление. И рассмотрим второй вариант. Это плетение более, наверное, простеньких браслетов на шаклах. Ой, не на шаклах, а на фастексах пластиковых, которые вы все прекрасно видели, знаете. Опять же, для того, чтобы сплести такой браслет без станка, вам необходимо взять пластиковый фастекс, продеть через него паракорд, измерить по руке обхват. Сколько вам надо накинуть примерно на это расстояние пару сантиметров, потому что, когда вы плетете браслет, он у вас увеличивается в объеме. Ну, и не очень интересно, когда ты застегиваешь фастекс, а он тебе щипает за запястье и все время передавливает кожу. Вот. И далее. Вам надо взять вторую часть, собственно натянуть ее вот сюда и вот таким образом на весу опять же никуда не закрепляя начать его плести. Опять же мне вот это вот неудобно, вот этот болтающийся конец, который вертится туда-сюда, мне надо подтягивать, поправлять и вот эта вот фигня болтающаяся, она меня дико выбешивает. Что мы делаем со станком? Берем еще один такой фастекс, вешаем его на джик, оп, извините, разошелся. Пожалуйста, зацепляем сюда, берем вторую часть, вот я сейчас маленький вариант вам показываю, чтобы все вот это у меня дело влезло в камеру. зацепили, все на месте, пожалуйста, можно начинать плести, как с этой стороны, так и с этой. Для того, чтобы не вертеть сейчас станком, покажу вам двойной вариант, который мне нравится больше в таких браслетах, чтобы вместить большее количество паракорда и чтобы сам браслет смотрелся четче и интереснее. Вот. Все натянуто, все подтянуто, все удобно, аккуратно и четко. Все. Всегда нам где-то что-то подтянуть. Нам не приходится держать опять же основу браслета. Все за нас делает станок. Нас позвали на кружечку кофе, мы бросили и пошли. Делали глоток вкуснейшего ароматного, продолжили. Вот. Также в случае со станком, когда вы работаете по декорированию браслетов, идете дальше, набираясь опыта и экспериментируете со своими работами, деталями, по нему очень удобно декорировать микрокордом, не снимаясь со станка. То есть удобно смотреть на ровно как сказать то пов 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 собственно тут чем мне нравится тут у вас есть дополнительные две руки и вы контролируете все узлы. То есть вы конкретно видите их как на линейке. Вы можете померить здесь линейкой, По мере здесь линейка, если откуда-то что-то выпирает, переплести Собственно, это удобней, быстрей и намного качественней И так, в принципе, практически с любым плетением Конечно, существуют плетения, которые не поддаются плетению на станках Но это уже случай, выходящий из правил И, соответственно, как делаются такие станки Вот у меня вот такой вот, убогенький То есть я на нем начал... Продолжение следует...